Добрый день, друзья! Добрый день всем, кто сейчас зашел на мой канал. В этом видео я хочу рассказать о том, что у меня на канале есть новый плейлист, который посвящен дистанционному образованию. Я уже достаточно долгое время занимаюсь этой темой, и особенно работаю на Moodle в платформе. Поэтому я решил создать такой плейлист для тех, кому он будет интересен и будет полезен. Я постараюсь рассказывать о Moodle и дистанционном образовании в моих роликах. И сегодня я хочу рассказать вам о такой удобной функции, которая есть в Moodle. Это перенос элемента курса из одного курса в другой. Это очень полезная функция, которая позволяет нам существенно экономить время и избегать ошибок. Итак, перейдем в Moodle. Итак, друзья, мы с вами находимся на одной из страничек нашего курса в Moodle. И здесь мы видим элемент курса, который называется «Форум интерактивной дискуссии и обсуждения уроков». Мы с вами кликаем на этот элемент курса и видим здесь то, что необходимо сделать. После этого мы заходим в «Настройки». Это вот здесь сверху. И есть такая функция, которая называется «Резервное копирование». И мы копируем. Но для начала необходимо выключить зачисленных пользователей на этот курс, поскольку в вашем курсе будут другие пользователи и вам не нужны пользователи этого курса. И переходим к конечному этапу. После этого мы видим, что файл резервной копии успешно создан. Мы нажимаем «Продолжить». Опускаемся ниже. Видим этот файл. И нажимаем «Восстановить». После этого мы ищем клавишу «Продолжить». И находим курс, в который нам необходимо восстановить этот форум. Отмечаем его. Нажимаем «Продолжить». После этого нажимаем «Далее». Еще раз «Далее». И приступить к восстановлению. Нажимаем «Продолжить». И мы видим, что этот элемент, он у нас восстановлен в этом курсе. Да, вот мы видим, что этот элемент, вот он у нас восстановлен в этом курсе. Интерактивные дискуссии и обсуждения уроков. Поэтому, таким образом, мы можем переносить элементы из одного курса в другой. Если эти элементы нужны в вашем курсе, подготовлены, возможно, вашими коллегами. И таким образом, или они сделаны в ваших прошлых курсах. Таким образом, мы можем сэкономить время и избавиться от ошибок, возможных при разработке курсов Moodle. Если вам понравилось данное видео, оно оказалось полезным для вас, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и мы с вами увидимся в новых видео.